Здорово, ребята! Это Юра Сенцов. Сегодня такая достаточно интересная тема, на мой взгляд, потому что я сам пришел в тренинг, когда мне было уже больше 30 лет. Мы сегодня разберем три основных правила знакомства, когда тебе больше 30. Разберем самые популярные головники у наших пенсионеров и старперов, которые приходят на тренинг. Что с этим делать, как это все победить и как вообще, когда ты взрослый, наиболее эффективно применять свой возраст и свой внешний вид, как это лучше сделать. Давайте сейчас послушаем одного из наших участников, а потом еще и посмотрим его подход. Погнали! Напомни, сколько сейчас тебе? Мне 54. У тебя все работает? У меня все четко. То есть обратная связь всегда положительная и запись как бы большая. Как бы тут все попробовал, приходят, еще обращаются. Я приехал, я не ожидал. Ты сразу такой, так, блядь, баклана, что там? Такого не было бы. Это что за херня? Это у тебя, что там, блядь, носки, сука, с голубыми ножнами, так, сюда, блядь, ты где-то там, че, на галерке, сюда. А первый момент, первый, ты слышишь? Первый контакт, думал негатив какой-то? Нет, да я вовсе посмотрел. Не, я вовсе в целом. Как снимался, как снимался, всякие моменты. Нет, вот парни, вот негатива у меня не было вообще. Я первым, куда он взялся. А вот смотри, ты когда ехал, да? Ну смотри, знаешь, сейчас в базе были протоколы. Ну, допустим, что примерно будет, ну, наверное, фантазировал, как это будет. И что, допустим, было? У меня мозг просто был как бы это. Итак, ребят, три правила знакомства с женщинами, когда тебе за 30. Почему именно за 30? Потому что, когда вам больше 30 лет, у вас начинаются всякие там головные боли и подсчеты о том, что я уже сделал или не сделал. И особенно те ребята, у которых нет семьи, нет женщин, они начинают очень сильно загоняться. Так вот, смотрите, первое правило, это точно не быть услужливым. То воспитание, то восприятие мира, которое вы получили там в 60-е, 70-е, 80-е годы, я не знаю, когда был коммунизм, вот эти все фильмы про Д'Артаньянов, Констанции, песни под гитару стоя на одном колене, то есть это все заложилось в вашей голове, как и в моей тоже в свое время. Поэтому это все надо искоренять, это все надо выкорчевывать. Вот эта чрезмерная услужливость, она очень сильно не нравится женщинам. Ну, то есть она может им нравиться в моменте, что там с ними так общается, но таких мужчин точно не выбирает. То есть ты можешь быть услужлив там по отношению к своей жене, подвинуть ей стол или что-то еще сделать, но когда вы знакомитесь, вы... В зале сидят ребята абсолютно нормально, взрослые мужики, умные, самодостаточные, нормально общаются. Как только выходим в поля, все, они видят женщину, начинают падать на колено, взмахивать своим плащом и говорить, о, это я пришел, смотри, какой я классный. Так точно делать не нужно. Далее, ребят, второй момент, второе правило, не обесценивать свой возраст. Несмотря на то, что вам там 30-40 более лет и у вас нет на сегодняшний день девушки или женщины, то есть вы пока в этом плане не состоялись, это не значит, что у вас нет каких-то достижений. Обязательно вспомните про то, что вы сделали за свои годы, что вы пережили, чего вы отказались, из какого деремата вы выбрались. Не стоит это забывать, нужно об этом помнить и уважать себя и свой возраст. Еще хочу сказать такой момент, что не всем девушкам нравятся юные ребята, которые не могут их защитить, которые им сейчас только побухать, им сейчас только повеселиться. Есть женщины, которые хотят с ранних лет, ну с ранних лет имеется в виду, что там 18-19 и там более, то есть они хотят все-таки завести семью и хотят нормальных человеческих спокойных отношений. То есть я помню себя в 19 лет, ну вряд ли я кому-то бы что-то смог дать, приходя из клуба там в 6 утра с тройным перегаром и в общем, это та история. То есть я был не нужен точно для семьи ни одной женщине, даже если бы я этого захотел. Поэтому не надо стесняться своего возраста, вы на самом деле как бы нужны даже молодым девушкам для того, чтобы им с вами было спокойнее, особенно после того, как ей встречалось там пару дебилов, которые еще не устаканились в своих там умозаключениях по поводу происходящего в мире. То есть это так бывает. Дальше одна из самых главных ошибок это копировать молодежь. То есть быть в тренде, одеваться там, когда 50-летний дядька идет там в рваных джинсах, в ядреных каких-то красных кроссовках. Ну в общем, это выглядит немножко так, я бы сказал, режет глаз. Поэтому надо точно быть собой, не надо копировать. Вот это и есть пикап. Вот в таком нехорошем виде пикап. То есть о мужчине в возрасте, ну вы знаете, вот пикаперов их и так не очень любят. А когда мужчину взрослого отождествляют с пикаперством, ну блин, это вообще выглядит в два раза нержовее, чем вот. Я не знаю, ребята, здесь вы должны чувствовать себя на все свои года, то есть на все свои там 40-50 лет. Это важно, потому что надо отвечать своему собственному возрасту. Есть подход, который вы сейчас увидите, он короткий. Вот Серега, который был в начале видео, стоит и общается. То есть он выглядит достойно, как мужчина. Хотя вначале он жестикулировал руками, там что-то вот строил себя 20-летнего чувака. То есть детскими болезнями нужно, ребята, переболеть в детстве, как сказали в одном фильме в хорошем стиляге. То есть уже поздно кривляться. Сейчас вы должны соответствовать своему возрасту. Богатому, опытному. Будьте мужчинами. А теперь посмотрим, как это делает Серега. Смотрите, как бы на наших тренингах бывают мужики абсолютно разных возрастов. То есть в данный момент Сереге 54 года. Если кто-то из вас вдруг там решил, что ему там в 30 поздно, идти, посмотрите, пожалуйста, вот то, что происходит сзади. Это человеку 54 года, у него два сына взрослых, два парня. Ждем вас на нашем большом расширенном майском тренинге. Короче, Серега, если бы ты, да, взрослым мужикам, или там плюс-минус твой возраст, у тебя 54, да, то есть что бы ты... Какие рекомендации, если бы они, например, сами сейчас пошли и попробовали? Вплоть до того, что, как бы, может быть, они вообще думают, что они уже слишком старые какие-то. Это же как удобно думать, что мне 33, я уже слишком старый, понимаешь? Обычно еще, я могу сказать, что первое, это надо не ссать, как бы. То есть если ты действительно считаешь, что тебе женщина еще интересует, вот, и ты не сам в душе не старпер, как бы, делаешь шаг, иди вперед, как бы. Первое, это достаточно трудно, но это можно сделать, это реально, если ты мужик. Второе, на тренинге, вот, меня вернули к себе. То есть самый красивый, самый общительный, самый приятный, как бы, с виду человека, тот, который пришел сам к себе, который является собой, не что-то показывает, не старается ли понравиться, не старается что-то там взять этот, там, какой-то телефон или еще что-то. Он просто такой, как он и есть, со своими нюансами. То есть вначале, когда ты пытаешься, как и многие, да, неважно, подстраиваешься, дай-ка я вот так вот попробую, так вот, и ты понимаешь, что это не особо-то и работает, и работа начинает тогда, когда ты уже такой раз, расслабился, вот я такой, да. Да, просто у тебя есть какие-то понимания, вот, из, ну, там, молодости и так далее, из своей жизни, сложившийся стереотип, что, чтобы понравиться женщине, нужно, там, делать им комплименты, нужно быть каким-то мягким, там, вот, там, стелиться, там, дарить цветы, там, какую-то хрень. Вот, но на самом деле работает совершенно обратно. Работает, если ты себя любишь, если ты себя уважаешь, то на тебя обратят внимание другие люди. Вот, как было, в принципе, со мной, я не скажу, что я достиг какого-то там совершенства, но реально прозрел. Мы вчера седам сходил, как бы, а с моей, это практически было. Да, то есть меня вернули к себе, насильно сказали, вот ты, ты такой, я тебя вот так вижу, и будь таким. Это каким? Спокойным, как бы, да, тебе. Солидным, да, без всяких вот этих фишечек молодежи, которые первым делом лезут в, надо как-то разговаривать с молодыми девушками на их языке. А как конкретно было до и как конкретно стало после? Конкретно до, значит, я пытался быть таким живым, общительным, там, шутить, как бы, менять. Даже когда этого не хочется, да? Даже когда не хочется. Дерганы, наверное, высказали? Да, может быть, дерганы. Я заставлял себя, то есть, потому что думаю, что если нет энергии, как бы, на выходе ты ее не даешь, то ты, получается, никого не сдаешь, ничего не поможет. Ну да, поэтому надо быть подвижным, да. Такой, да, вот, веселый, там, раз. А это диссонирует с тем, что ты выглядишь, как солидный дядька. Типа, ты такой, знаешь, там… Как шут, да. Да, сжонглируешь, как бы, это уже повод для женщины думать, типа, камон, что-то не так, потому что я вижу взрослую душу, которую я изначально уже воспринимаю, как солидную дядьку, да, то есть, как бы, и тут начинается вот это. Ну, она видит файк, ну, что это шляпа какая-то, то есть, не соответствует, вот, и, значит, не скажу… Из-за этого было так, и сейчас в процессе ты сильно поменялся. Я скажу вот свои ощущения, то есть, после того, как меня откорректировали прямо в первый день, я там что-то пытался делать по-старому, там, ну, у меня, как бы, сказали, что, парень, неформатный. Значит, после того, как я вот это ощутил, я просто подходил, у меня не было цели взять телефон или там еще что-то, вообще не было. Я подходил просто, вот я такой, вот я пришел, я тебе заметил, покажи мне, почему вот ты такая вот классная, ну, что в тебе есть классного такого, что, вот, я снизошел до тебя и обратил на тебя свое внимание, вот. Это, ну, утрировано несколько, да, оно не всегда так работает, но каждый найдет свою манеру обязательно, вот. А если будет плохо искать, ему помогут, ну, чуть-чуть там и так далее, скажут, кто он, что он. Получается, как только ты перестаешь, там, ждать какого-то результата, телефона просто расслабляешь, начинаешь общаться в кайф, а это, наоборот, само начинает механизм. Точно. Напомни, сколько сейчас тебе? Мне 54. Вот, и что могу... У тебя все работает? У меня все четко, то есть обратная связь всегда положительная и запись, как бы, большая, как бы, тут попробовал, как бы, приходят, еще обращаются, как бы. Обучение происходит, как и рост человека, только в момент, когда он испытывает стресс или какое-то, там, ну, неприятное, стесненное обстоятельство. Только тогда человек растет. Значит, если ты хочешь вырасти, коммуникация, общение, это тоже рост. Если ты хочешь вырасти, испытай стресс, приди, переступи, как бы, через свои вот эти какие-то тупые ограничения. Ну, и мы поможем, естественно, создадим эту массивную стрессу. Мы правильно тебя проведем через... Из-за которого люди могут испугаться, допустим, и не пойти. Да, да. Потому что есть стресс, конечно. Он подходил, как бы, у него были отказы. Плюс даже если были свиданки какие-то, были отказы. И этот негатив копится и перерастает в страх. И у человека нет веры в том, что это может быть. Но это все такая хрень. Оказывается, все проще, чем додумал, да, Сережа? Да. Ладно. Тогда, ребята, с нами был Сергей. Солидный мужчина, с которым приятно работать. Также ждем и вас. Все, увидимся. Пока. Пока.